Я совершала множество нехороших поступков, дорогая Рената. И я очень-очень-очень сожалела. И тут же мне написал «Сдохни, тварь». Я никогда не претендовала на звание положительного героя. Хочу сказать, у вас с башкой не в порядке. Может, какие-то надо лекарства ей сделать, чтобы выбить или по башке ей дать стаканом? Вы мазохистка, вы меня сейчас просите разделить. Люди ждут от меня какой-то секретной формулы. Сегодня запустил, завтра сел. Я все-таки женщина азартная. Я женщина авторитарная. Я похожа сейчас на ходячий труп? Я вот толстая, я бы хотела похудеть. Но есть во мне некая миссия. Роман с алкоголем закончился. Ты сделала меня лучше. Я бы мечтала начать с чистого листа. Все, я расчувствовалась, хотя... Сейчас. У меня мурашки аж. В борьбе за экологию бренды стали делать одежду из пластика. Спешу вас разочаровать. Пластик, однажды переработанный на одежду, уже нельзя переработать снова. Ну, а значит, у вашей так называемой осознанной футболки все равно нет шанса на вторую жизнь. Пластик вообще должен быть там, где он необходим. И сейчас вы узнаете, что именно я имею в виду. Я на особенном производстве оконных систем «Мелки» вместе с основателем компании Владимиром Петюшиным. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Владимир. Ну, расскажите, Владимир, как это работает? Вы просто делаете новые окна из старых? Не совсем так. Мы делаем наши окна методом коэкструзии. Это инновационная технология для России. Мы экструдируем наш продукт в два слоя, в отличие от всего российского рынка. То есть это внешний слой и внутренний слой. Внешний слой – это высоконаполненный ПВХ-компаунд, который придает насыщенную белизну нашему профилю. И формула ультраголянец отталкивает грязь. А вот внутренний слой мы изготавливаем из вторично переработанного сырья. Но выглядит внушительно. Вторично переработанное сырье делает профиль жестче. И таким образом мы на него даем расширенную гарантию 40 лет. Я вижу, что вы не ограничиваетесь стандартными формами. Конечно, мы делаем окна разных форм и разных, что самое главное, цветов. Вот вы сейчас как раз стоите около модели. Центум у нее сотая компонарная створка, три контур-уплотнения. И эта модель в том году на выставке Мосбилд получила награду как самое технологичное окно. Вообще, я вам так скажу, это очень неожиданный цвет для окна, согласитесь. Да. Это только для красоты? Мы работаем с дизайнерами, и вот по их рекомендации мы сделали совершенно новый цвет массы. Мы назвали его Берри. И аналогов в России тоже нет. Да, ягодка, все верно. У вас, я смотрю, фиксированный набор предложений, или все-таки можно ждать каких-то еще новинок? Вот наша новинка, створка и рама занижены, и света проникает на 11% больше, чем у стандартных окон. Внутри здесь пять камер, что в створке, что в раме, да. Здесь широкий стеклопакет, 50 миллиметров. Это значит, что в вашей квартире или в вашем доме будет тише, значительно тише. Ну, пять камер, ничего себе. Обычно это же две, но максимум три считается уже много. Совершенно новая система, да. Фантастика. Ну что, такие окна, конечно. Можно и в центре города себя чувствовать так, как будто живешь за городом. Конечно, абсолютно тишина. Но это такое премиальное окно явно, дорогое, наверное, и очень качественное. А есть что-то, скажем так, более бюджетное? У нас шесть профильных систем. От бюджета до супер-премиум. Слушайте, ну я, конечно, удивлена размахом и возможностями российского производства. Оконы и системы мелкие открыты для ваших идей. Переработка не для галочки, а для пользы. Они изготовят то, что вам нужно. Переходите по ссылочке в описании и делайте ваш заказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Господи, тут все такие манипуляторы. Обожаю. Как настроение? Настроение? Ты думаешь, что мои глаза блестят благодаря твоему макияжу? Точно. Это благодаря моему настроению. Всем привет. Привет, дорогая. Как у вас дела? Все хорошо. Так, куда бы мне вот я сюда присяду. Ну как все красиво. В таком жакете. Спасибо. Сережки. Все страшно. Что за сережки такие? Филаран. Перетаж. Винтаж. Да. Скажи мне, на ответственные съемки тебя только сердар красит? Ну да. Или есть еще варианты? У меня нет. Но я просто берегу свое настроение, настроение тех, кто меня окружает. Поэтому все-таки сердарчик уже знает мой характер. Наталья Максимова. Модель, эксперт моды, блогер, светская леди. Родилась в Казахстане. Училась в Институте иностранных языков. Потом работала переводчиком. В 90-х переехала во Францию. В нулевых стала известна в светских кругах Парижа. В десятых была личной ассистенткой Рената Литвиновой. В 2020-м Максимова призналась, что в возрасте 25 лет кардинально изменила свое тело и жизнь с помощью хирургической операции. В апреле 2020-го появилась на обложке российской версии журнала Татлер. Спустя два года назвала отношения с Ренатой Литвиновой абьюзивными, а в ответ получила обвинение в воровстве и клевете. В 2023-м Наташа Максимова заметно изменилась внешне. Очень сильно похудела и сделала несколько пластических операций на лице, о которых рассказала в своих социальных сетях. Ну что, Сердар, готовимся к съемке? Да. Очень красиво. Я уже видела Наташу, ты очень красиво ее сделал. Спасибо. Слушай, а как ты подбираешь? Вот ты же всех по-разному красишь. Ее в одном стиле, меня в другом. Смотрю, какие твои работы. Вообще все по-разному. Как ты подбираешь каждому человеку? На самом деле приходит все в процессе. Потому что сложно, честно говоря, заранее продумать. И в процессе рождается образ. Вот как сейчас, например. Я так понимаю, Наташа Максимова не только твоя клиентка, но и подруга. Близкая подруга, да. Как это происходит? Как ты разграничиваешь? Потому что у тебя часть клиентов, я знаю, что становятся близкими друзьями. Каким образом это происходит? Ну, скажем так, самая близкая это Наташа все-таки. Я не знаю, как это получилось, потому что мы когда-то познакомились с Наташей на свадьбе Света Бондарчук. Нас на второй день посадили рядом. И мы даже немножко сцепились. Так. Из-за чего? Ну, как-то так, слово за слово. И она мне говорит, по-моему, какой-то известный венгерский порно-актер в Наташином стиле. Вот. Ей что-то ответил такое. Вот. То есть дружба у нас вначале не сложилась. Почему ты почувствовал, что это твой человек? Наверняка были какие-то конкретные моменты. Я очень люблю умных людей, начитанных. У меня все время в окружении должны быть такие люди, которыми я восхищаюсь. Так. Вот. Это один из аспектов. Дальше. Никогда не было такого, что Наташа очень сложная, на самом деле. Была. Сейчас стало гораздо легче, проще, спокойнее. Раньше и по морде, мне кажется, могла кому-нибудь дать ей сказануть что-нибудь. Но репутация так себе была у нее, я помню. И даже тогда, я сейчас ей говорю, Наташ, как мы с тобой дружили, как мы тебя вообще терпели вот такую вот... Давай твою версию послушать. Так. Это свадьба Светы Бондарчук. 2020 год. 2020 год, благодаря которой я вообще оказалась в Москве. Да. И я смотрю, какой-то мужчина ходит в белом, и на меня вообще не обращает внимания. А я тогда искренне считала, что я с ног сшибательный, и невозможно меня не заметить, понимаете? И вот он не смотрит, а я делаю все возможное, чтобы обратить его внимание. Ну и, конечно, я не могла такого потерпеть. И что ты не сказала? Я ничего не сказала, но я затаила претензию. И как вы первый раз заговорили? В воле судьбы на следующий день мы оказались с соседями по столу на бранче у Светы. Как ты решила айсбрейк? Знаешь, как есть фраза, англичане говорят, айсбрейк, расколоть лед, так сказать. Так, но между нами лед таял, выжигали мы его напалмом, понимаешь? А я спросила, если Сердар профессиональный порно-актер из Венгрии. Версии сходятся. Не перепутал страну. Сердар почему-то обиделся, мне кажется, это комплимент. А ты обиделся? Нет, ты не обиделся, я тебе ответил. Ты помнишь, что я тебе сказал? Конечно, помню, но я не знаю, насколько это можно теперь говорить. Что, что, скажи. Я не сказал. Я сказал, а как тебя раньше звали? А, окей. Ну, просто если бы мне кто-то сказал, что я порно-актриса из Венгрии... Мне бы было очень приятно. Серьезно, девочки? Мне бы было приятно, но я посоветовала бы прямиком к окулисту, потому что я все, что угодно... Нет, подожди, вот я думаю, мне кто-то скажет, что я знакомое лицо, вы случайно не порно-актриса. Но я бы, конечно, типа возмутилась, но я бы подумала, ничего себе у человека, какие фантазии. Да. Смотря в каких категориях. У тебя на мастер-классе. Когда меня или Сердара спрашивают, в чем магия и вообще вот эта вот формула успеха Сердара, я, опережая его ответ, всегда говорю, Сердар делает женщин желанными. То есть, условно, если бы у меня была единственная возможность в жизни попасть к Сердару, я бы выбрала вечер, когда я пойду куда-то, где будет мой бывший, и я хочу ему отомстить за все. Вот это к Сердару, понимаешь? Кино может ответить на многие вопросы. В том числе подскажет, как устроить незабываемое путешествие. Кому не хотелось стать героем фильма «Казино-Рояль» или «12 друзей Оушена»? Драйв и непередаваемый адреналин практически в каждом кадре. Такая концентрация эмоций случается невероятно редко, ну и, честно говоря, все чаще в кино. Но это может изменить трансформатор тревел. Компания организовывает тревел-ивенты в разных точках планеты. Их следующее путешествие – ралли по Италии, и пройдет оно с 14 по 18 октября. Вы проедете по живописным дорогам на уникальных автомобилях от озера Кома до Рима, заезжая во Флоренцию и Тоскан. Только в премиальном тревел-ивенте «Трансформатор Тревел» сочетаются соревновательный дух, ралли и исключительная программа развлечений. Это, честно говоря, больше, чем классическое ралли. Тематические вечеринки, выступления звезд, экс-пилот «Формулы-1» и экстрим-шоу, профессиональная съемка контента для соцсетей в культовых локациях, бутиковые отели и лучший гастрономический опыт в первоклассных ресторанах. Участвовать в «Неверенд-ралли» можно как на своем автомобиле, так и на прокатном. К вашим услугам – «Бугатти Широн», «Феррари», «Пуросанг», «Ламборгини», «Ревуэлта» и другие эксклюзивные модели автомобилей. «Неверенд-ралли» – это 100 участников, 50 автомобилей и призовой фонд – 10 миллионов рублей. А еще – эксклюзивное выступление музыкального хедлайнера только для участников путешествия, непередаваемые эмоции и активный отдых в окружении равных. По промокоду СОБЧАК для вас будет клубная цена – 39 900 евро. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и устройте себе незабываемую осень в Италии. Вместе с «Трансформатор Трэм». Вспомните якорьки, назовем их так, когда ты понял, блин, ну она прям мой человек. Вот у каждого же у нас в жизни, когда мы сближаемся с другими людьми, есть моменты, за которые потом мы… Наташа умеет дружить. Ну, конкретно давай. Было не раз такое, когда где-то в компании, когда кто-то что-то в светском обществе пытался мне что-то сказать или зацепить. Вот было такое, когда она реально прям заступилась или что-то сказала по поводу меня. Или, например… Конкретнее давай. Конкретнее. Ты разводишься, на тебя летит говно, приходит в комментарии Наташа и пишет, что не трогайте сердце. Приходит в комментарии, такое тоже бывает. Ну, была история там, я не помню, даже с Мишей Друянным, твоим другом. Я помню, где-то на мероприятии, на каком-то ужине, я пришел, ну вроде было все хорошо, здесь Миша подходит ко мне, начинает что-то мне говорить на ушко, вот прям на ужине. Кстати, ты сидел напротив тоже, типа из серии, что-то ты располнил на ушко, мне говорит. Ну, то есть меня начинает задевать прям, потом говорит, на сцене ты выглядел по-другому раньше. И я понимал, у меня сжимается кулак, я думаю, я сейчас встану и ему вдарю, ну вот правда. И меня Наташа успокаивает, поворачивается к нему, что-то ему говорит, такое, ну тут сступается и все, я выдохнул. Такое было. Ну, не знаю, Миша Друян мне теперь постоянно говорит, что я располнила, но мне кажется, что тоже это недостаточно, чтобы прям вдарить кому-то. Я смотрю, у вас компашка-то отличная. Это не первый раз на самом деле, не первый раз. Ну, вот ты сказал, что она тебя восхищает. Что конкретно? Восхищает. Во-первых, тот путь, который она прошла, мне кажется, там безумная сила, сила воли. В целом, я представляю, сколько она все выдержала в жизни и восхищаясь этим, ну вот правда. Особенно сейчас вот к чему она пришла. Какую-то гармонию, спокойствие. Мне кажется, она сейчас выглядит, как никогда выглядела. Был какой-то, может быть, момент, который тебя в отношении Наташи поразил? Мне кажется, Наташа может поражать каждый день, но это правда. Сейчас я подумаю, секундочку, я прям не готов был почему-то. Я не знаю, можно это говорить или нет. Давай. Она однажды про меня послала батюшку на три буквы. Было из-за чего? Я думаю, что было за что. Он что-то на нее... Как-то он не очень себя повел, вот я, честно говоря, очень сильно удивился. Вы вместе были? Да. А что, какой-то церковный праздник был? Нет. Вы в церкви были? В ресторане. И батюшка стал ей норовоучением, наверное, читать, да? Нет. Видимо, не какая-то старая история была. Но Наташа может, правда, матку резануть. Наташа может, да. Ну, скажем так, она научила меня отчасти не молчать. Не молчать или отставить свое мнение, отставить свою позицию. Вот это мне в ней очень нравится. Это правда. 20 февраля 1909 года. Дата рождения мирового феномена – футуризма. В этот день был опубликован манифест поэта Филиппа Маринетти, провозглашающий культ будущего и прогресса. Художники всего мира, в первую очередь России, трансформировали движение. Отсекали от него лишнее и обогащали своим видением. И уже 115 лет футуризм живет и вдохновляет создателей будущего дня. Новый проект «МР Групп. Башня Феймос» воплощает все ключевые аспекты футуризма. В зеленом районе Москвы в нескольких минутах от парка Фили и Филевской набережной возводится произведение искусства, в котором есть все необходимое для современной жизни. Архитектуру премиум небоскреба «Феймос» высотой в 58 этажей разработало бюро ADM. Башня расширяется кверху и вновь сужается. Для усиления эффекта архитекторы добавили стеклянные эркеры в виде треугольных призм. Фасад состоит из тысячи модулей от немецкой компании «Шуко». Каждый из них индивидуален и состоит из нескольких элементов. Многофункциональное стекло, используемое на фасадах, сочетает в себе энергосберегающие свойства и обладает высокой шумоизоляцией. А специальное напыление витражных окон уменьшает негативную SPF-нагрузку. На территории ЖК японский урбанист Хироки Мацура спроектировал алый сад. В нем есть зоны для занятий йогой и медитацией, пруд, зона с камином среди растений бонсаев, степных трав и крупномеров из русского леса. Прогрессивность футуризма продолжается и внутри. Круглосуточный консьерж-сервис, варианты отделки MR Base и MR Ready от бюро Олега Клотта. Футуристический дизайн-лобби от швейцарского бюро А++ и Карла Коломбо. Мебель от всемирно известного кутюрье Элли Сааб и динамическая подсветка порталов, меняющаяся в зависимости от времени суток. Все сервисы, входящие в интеллектуальную систему MR Smart, будут доступны в пару кликов на смартфоне. Можно будет управлять освещением и микроклиматом. В самом небоскребе будет ресторан от Maison de L'Oise от создателей легендарного кафе Пушкин и Турандот. Спа с гидромассажным бассейном и фитнесом с видом на сад и многое другое. Не оставайтесь в стороне от будущего. Узнайте больше о проекте Famous от MR Group по ссылке в описании. Здесь будущее в каждой детали. Наташа, ты тот редкий случай, когда мы второй раз с тобой встречаемся с перерывом в несколько лет. Три года прошло с нашей последней встречи, и мне кажется, очень много всего изменилось не только в стране, но и в твоей жизни. Грудь у меня была, но я ее потом уменьшила. Сейчас это вообще мое. Так что, ну и самое главное... Почему он уменьшил? А потому что мне показалось потом, я же всегда туда-сюда с вот этими вот весовыми категориями. Ты стала в каком-то смысле вообще другим человеком. И внешне, и, как мне кажется, внутренне тоже. Хотелось бы с тобой об этих изменениях поговорить, о красоте, о том, как ты преобразилась и почему произошли такие резкие изменения в твоей жизни. Ну да, я вот шла к тебе и думала, это такая убыстренная версия Юнгельда Хелькевича. Знаешь, мушкетеры 20 лет спустя, а у нас 3 года спустя. Но мне кажется, тут было бы сложно отрицать, что метаморфозы абсолютно разительные. Кстати, я очень тебе благодарна за эту возможность встретиться и поговорить на широкую аудиторию, потому что вот эта вот новая тенденция о принятии себя таким, какой ты есть, в моем понимании, несколько губительна. Такая вредоносная, потому что, по сути, я вот как человек, прошедший этот путь и раньше даже отчасти топивший про принятие, понимаю, что это скорее про некое смирение, что ли, или на грани такого байбачества, знаешь, когда тебе внушают, что не нужно ничего делать. И ведь есть большая разница между вещами, которые ты можешь поменять, и которые не можешь. Понятно, что себя убивать, виноватить, пытать относительно вещей, которые ты никак не можешь изменить, это было бы уже мазохизмом. А все, что можно, учитывая, что все-таки прогресс не стоит на месте, глупо было бы этим не воспользоваться, и лично я воспользовалась. Ну, смотри, о душе мы еще поговорим, давай начнем с физической оболочки, ты потрясающе выглядишь. Спасибо. Мне очень нравится твой новый вид, и я вообще, ну, у меня такая, видимо, страсть, обожаю очень худых женщин. Всегда любила то, что называется героиновый шик еще с 90-х. Это всегда то, что я понимала, что вряд ли мне когда-то удастся, но всегда мне безумно нравилось в других. Поэтому я в этом смысле большой фанат того, насколько ты худая и стройненькая. Но ты наверняка видишь для тебя не секрет, какое количество эмоций и довольно хейтерских комментариев твой внешний вид вызывает у людей. Мол, ты пропагандируешь анорексию, своим внешним видом пугаешь людей. Вот скелет Максимова, какие-то мемы, значит, что вот ты из леса вылезаешь, и все это как бы сводится к тому, что это ужасно и невозможно. Хэштымский карлик такой и прочее разное. Ну, карликом тебя сложно назвать, ты у тебя роста такой. Но кощей – это частый хэштег, который оставляют тех хейтеров. Как ты думаешь, почему, казалось бы, личное дело каждого – худеть или толстеть? Ну, для меня очень важно сразу сказать, и хорошо, что ты сама об этом заговорила, я категорически против любой пропаганды в любой сфере. И поэтому, когда мне задают вопрос, как похудеть, как вы, я всегда отвечаю безапелляционно, зачем вам, как я. Ведь я никому не говорю о том, что нужно худеть до каких-то экстремальных размеров, потерять столько-то килограмм. Задайтесь вопрос, сколько вам будет комфортно потерять. И вообще такая странная, ты знаешь, тенденция. У нас абсолютно легитимно можно хейтить худых людей, и при этом постоянным, даже пусть это будет лукавым, но состраданием или симпатией относиться к людям с избыточным весом. Откуда этот хейт? Ну, я все-таки хочу думать, что в первую очередь, потому что, ну, триггерит. И мне, кстати, совершенно легко об этом говорить, потому что вот я хотела тебя, кстати, прервать. Во время твоего этого вводного монолога, ты говоришь, мне вряд ли когда-то это удастся. Я как женщина масштабная, ты меня видела три года назад, и мы можем показать нашим зрителям фотографии до и после, потому что, правда, перемены разительные. Я поняла сегодня, что никогда не говори никогда. Все возможно. Когда мне говорили, ты должна заниматься спортом, спортом, я это оксюмарон, а когда мне говорили, что вот похудеть, но завтра, послезавтра. Нет, конечно. Главное, должна быть обозначена цель. Но эта цель должна быть какая-то обоснованная и хотя бы объяснена для себя. Я понимала, почему я хочу похудеть. Почему? Ну, во-первых, я все-таки женщина азартная, скажу честно. То есть для меня ставить какие-то цели и их не добиваться, но мне очень сложно это переживать. И когда я подумала, что я дошла до той точки, где я себе не нравлюсь, как бы мне ни говорили, что будет позитив, это прекрасно, я себе не нравлюсь. Я страдала, и от этого страдали все вокруг. Я правильно понимаю, что в какой-то момент ты весила порядка 110 килограмм? И сама себя даже шутливо называла 110 килограмм безумицы? Абсолютно, абсолютно. Ну, и потом, я не знаю, мне кажется... Сколько ты весишь сейчас? Я не взвешиваюсь. Я говорю честно. Твой рост метр восемьдесят. Метр восемьдесят на последний. Но визуально килограмм сорок восемь, пятьдесят один, я думаю. Но это мой, скажем так, замер, контрольная закупка была месяца три назад. И я скажу, кстати, многие сейчас меня дополнительно возненавидят. Но кто понимает, о чем я, поймут, что это очень важно и поддержит меня. Самое сложное – это не потерять вес, а его стабилизировать и остановить на той точке, которая тебя устраивает. Поэтому я особенно не взвешиваюсь. Я учитываю свой комфорт. Мне комфортно. Мало того, я, будучи сна, я очень люблю одежду. А я коллекционер многих архивных вещей, винтажа. И, конечно же, хорошо это или плохо, но одежда на худых людях... Сидеть сильно лучше, чем на толстых. Сильно. Экстремально сильно, я бы сказала. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу о пропаганде, мне удивительно, что меня обвиняют в пропаганде или предъявляют мне такие претензии мне неоднократно. Если бы я была очень прагматичной женщиной, мне в прошлом году неоднократно предлагали запустить марафоны, какие-то курсы. И, прости господи, ну, во-первых... Это очень опасная вещь. Да, это по лезвию ножа, скажем так. Ну, и, во-вторых, я все-таки... Сегодня запустил, завтра сел. Знаешь, это сейчас... Ты знаешь, да, тут не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И я сейчас не про вес. Вот. Просто я понимала, что я на себя не могу взять такой ответственности, как советовать кому-то худеть. Мало того, почему-то люди ждут от меня какой-то секретной формулы. Ну, нет этой секретной формулы. И когда мне говорят, вот как это все... Ну, так у меня же все прозрачно. Нет, ну, смотри, давай разберемся. Все-таки хейт начался не в тот момент, когда ты похудела, а в тот момент, когда ты стала публиковать фотографии. Да. В нижнем белье и фотографии, правда, провокативные, вызывающие. Ты не могла этого не понимать, что, условно, ну, такая худоба, на мой взгляд, прекрасная, но на чьей-то взгляд, понятно, некрасивая, скажем так, кому-то так может показаться. Ты как будто говоришь, давайте, реагируйте. Зачем ты решила поделиться еще в таких откровенных видах? Ты знаешь, удивительным образом я все-таки несколько дней не морально, а просто мысленно готовилась к нашему интервью, предвосхищая какие-то вопросы, но вот об этом не думала. И когда сегодня ехала в машине к тебе, я думала, а ведь у меня были фотографии, которые откровенно можно назвать провокационными. Делала ли я их для получения вот этих вот охватов или для получения какого-то... Ну, ради провокации, говорю честно, может быть, во мне есть какая-то наивность и инфантильность. Делала не поэтому, потому что я себя на тот момент видела победительницей. Победительницей в борьбе с вот этим вот челленджем. Я смогу. Ну, конечно, я горжусь собой. Ну, конечно, по сути, ты знаешь, я вот думаю, с одной стороны, мне так хорошо с собой, и мне никто не нужен, но все мы зависим от мнения социума. И все мы ищем одобрения. По сути, ты скажешь, ну ты дура, что ли? В конечном итоге ты же понимала, что ты огребешь большую часть. Это будут люди, которые будут говорить, какой кошмар. Ну, в моем понимании я хотела, если не восхищение моим телом, потому что, во-первых, красота очень субъективна, то хотя бы моей настойчивостью, силой воли и целеустремленностью. И это каждый раз так. Я понимаю, что вот знаешь, когда у меня словно там была обложка, или когда я попала к тебе первый раз на интервью, когда меня спрашивали, ну как, вот как ты себя чувствуешь, твое тщеславие удовлетворено, не поверишь, без лишнего лукавства я говорила, да вот, например, Татлер, я даже не открывала, он у меня как был в этом пакетике, так и есть. Я ждала одобрения мамы. Ты его получила? Мне кажется, в душе мамы да, на словах нет. Потому что, мне кажется, такие вот сильные, суровые советские женщины, мама почему-то всегда очень боялась, и она мне каждый мой новый этап, ну так скажем, успеха или публичности, он ее безусловно радовал. Это невозможно, у нас была невероятная связь с ней. Но она всегда говорила так. Главное, не зазвездись. И мне кажется, каждый из нас, но я не знаю, кто тут нашего с тобой возраста, сталкивался с тем, что родители, ты получаешь, приносишь пятерку, тебе говорят, молодец, но ты можешь лучше. И вот это вот можешь лучше, такое вот нет предела совершенству, преследует всю жизнь. Сегодня я стараюсь бороться, потому что я очень хочу быть в мире исключительно с собой. А кому не нравится, ну что поделать, я готова, я, кстати, готова сосуществовать. И мне интересны люди, которым я не близка, и у которых абсолютно полярное мнение на жизнь. Наташ, давай поговорим о хейтерах. Давай, любимать. У тебя их много, у меня тоже. Тут ты редкий человек, с кем мы можем помериться. Ну вот объясни мне, зачем ты остро так реагируешь на этот хейт в социальных сетях? Видимо, буду краснеть от стыда, потому что выглядит это, правда, слишком, может, даже не зазывно, а раздето. Записываешь видео, вступаешь с ними в споры, отвечаешь, у тебя там прямо с ними целая жизнь. Зачем? Так, скажу, это выглядит, может быть, абсолютно абсурдно, но я опять-таки наивно полагаю, что я вношу некую лепту в борьбу со вседозволенностью в интернете. Потому что я все-таки считаю, что невозможно. Человек, который приходит и пишет тебе ужасающие вещи, он должен понимать, что это плохо. Ну что, они тебя задевают за живое? Это же, конечно, задевают. Ну, задевали, во всяком случае. То есть тебе хочется их переубедить? Хочется. Ну, ты же понимаешь, что это неконструктивно. Ну, там коэффициент эффективности очень маленький. Но, если честно, иногда из самого ярого хейтера может получиться абсолютно невероятный последователь и поклонник. У меня такие случаи были, честно. А ты никогда не интересовалась, какой он или она вот среднестатистический хейтер? Мне очень было бы любопытно узнать. Вот, вот кто это? Женщина, мужчина, сколько лет? Что на картинках у такого человека? Я даже письмо, я думаю, вот как? Мне интересна даже обычная рутина этого человека. Как вот он утром просыпается, ведет ребенка в школу, потом приходит домой, погладил кошку. И тут же мне написал «Сдохни, тварь». Вот мне это было бы любопытно очень. Но, увы, я пока не... Но ты ведь наверняка заходила на странички тех людей, которые тебя иногда хейтили. Вот есть какой-то собирательный образ? Кто это чаще всего будет? Мужчина или женщина? Сколько лет? И какие примерно картинки, если страничка открыта? Женщина от 30 до 60. Сейчас скажу крамольную вещь. Обычно не тонкая и звонкая. И, как правило, обремененная кучей бытовых проблем. Ну, такое вот бывает, бытовизм в прямом смысле очевидный. То есть написать тебе «Сдохни, тварь» для нее какая-то даже вот медицина, можно сказать, лекарство. Анальгетик. Ты понимаешь, я... Я понимаю, что я выступаю таким анальгетиком без всяких рецептов. Да? Ну, давайте я процитирую одну хейтершу. Значит, вот... Не знаю, подходит ли она под собирательный образ. Ты мне скажи. Цитата такая. «Изуродовала себя второй раз. Эта худоба не женская, некрасивая, стала похожа на ходячий труп. Ни румянца, ни волосинки, ни форм. Еще и одета в не пойми что. Какая ты после этого женщина?» Пишет нам Элиза. Элиза, это прям вот на память... Собирательный образ. Абсолютно. Это такой the best of, мне кажется. Ну что, мы приготовили тебе сюрприз. Вот осторожно, Собчак. Зная, как ты любишь своих хейтеров, мы решили организовать тебе встречу с этой прекрасной девушкой. И она согласилась. Мы ее нашли. Долго очень уговаривали. Это было непросто. Мы ее привезли сюда. И если ты готова, мы готовы вывести наш рояль в кустах. Но только если с твоего согласия. Чтобы ты потом не говорила, что мы тебя абьюзили. С радостью. Ты точно готова? Я извинюсь потом. Какая ваша главная претензия к Максиму? Ой, ну вы знаете, я как подписчик ее, как только увидела, это ужас. Я хотела отписаться, но потом думала, может, с ней что-то произошло или с головой, тем более или со здоровьем. Может, ей чем как-то помочь? Поэтому ужас. Я даже не могла от нее отписаться, что она такая худая. Такая, как она, это просто, извините меня, смерть. Понимаете? И это очень страшно. Тем более, это все смотрят люди. Потому что смотрят дети. Везде она в своей паблике. Везде она на этих... На фотках, с планшетами люди. Интересуются, смотрят. И, может быть, даже девочки наши молодые тоже. Некоторые же тоже хотят стать такими. Но это же плохо. Родители, анорексия и все это. Я приехала сюда просто, чтобы этой девушке Наталье сказать всю правду в лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, я очень рад видеть. Взаимно. Наталья, хотелось с вами познакомиться. Здрасте. Без обид хочу высказать свое мнение, чтобы вы меня поняли. Может быть, я вас пойму. Как вас зовут? Меня зовут... Вообще, там на 100-м я Елиза Елизова. А так я Елена. Ну, как мы все под своим псевдонимами идем. Ну, давайте сядем. Я между вами, девчонки. Девчонки, вы не подрали. Девчонки, вот такие красивые. Вот видите, вот такие красивые. Господи, вот, Ксюша, ты... Наташ, я вот понимаешь, что хочу сказать. Вот я в основном смотрю там телевизор, да? Я сама по себе медик. Мне некогда там прихожу после суток. Всего в медицине в приемном покое перевидала. И вот чисто случайно метро увидела девушку. Она так смотрит вот на женщину. Я не пойму. Я подумала, что это НЛО. Или я с ума сошла. Или я думала, что это из фильма, помните, это Олега Бессона, фильм, когда... Пятый элемент? Пятый элемент. Ну, там Мила Йович прекрасный. Хороший комплимент. Но я про другое хочу сказать. Ну, вы понимаете, что мы смотрим, дети смотрят, что это все безобразно. Я вам пишу, даже не скрывая, что... А что безобразно? Ваше, понимаете, вот тело, да? Ну, конечно, ваше тело, ваше дело. Это все так договорят. Но, понимаете, есть какие-то каноны такие, к искусству не назовешь ваше тело. Такие интересные, что мы же не просто, понимаете, живем в таком мире, где не только, знаете, вот вы одна смотрите, да? Например, вы отснялись голой ванной с душем, с мужчином там, выставили своим девушкам, да, и сказали, там, девчонки, вот, Ксюша, ты посмотри, там, ты, Катя, посмотри, все только, чтобы, да, все закрыто. Но вы выставляете... Так вы же не знаете, что я Ксюша шлю. Нет, правильно. Но пускай Ксюша смотрит. Ради бога. Ну, мне неприятно смотреть, понимаете, на то, что мой ребенок или даже... Мне интересно, как медику, у вас только... Давайте, ну, без обид, что ли, просто откровенный разговор. Я вас не унижаю, да, грубые слова не говорю. И просто я хочу сказать, у вас с башкой не в порядке. Вы, мне кажется, это такие женщины, которые или их бросают мужчины через колено, или они не нужны никому, или они достаточно очень богаты, что они не знают, куда деть деньги. И, ну, вызов всем сделать, понимаете? Вот я такая, вот я могу, а вот вы не можете. Вы толстые, вы не найдете на себе одежду, а вот я тут такая худая, у меня все подойдет, мне все проходит, я всем нравлюсь. Понимаете, очень много этих анорексиков. Я привидала в приемном покое. Девушек, это хорошо у вас. А вы медсестра или врач? Медсестра. Вот. Я очень хорошо их видела. Но итог в том, что я смотрю на вас, ну, наверное, вы достаточно богатая женщина, наверное, что позволили себе так себя изуродовать. Почему? Сейчас объясню. Вы не думаете в обратку, то вы улыбаетесь, что лекарства, те, которые лекарствам будут нужны для спасения вашей души, тела, ума, жизни дальнейшей, лекарства эти, они могут вас не спасти, понимаете? Вы можете просто умереть. Вот вы идете, вот как постоянно вот идет, да, женщина или мужчина, все, ему плохо. Организм. Как вы так худеете, это все выкладываете, такое плохое показываете. Тем более у нас девочки на этом все подзавязаны. Только недавно показывали Дану Борисову тоже, которая колола, представляете, колола своей дочке запрещенный препарат. Поклонники Даны уже давно бьют тревогу из-за странного состояния телезвезды и ее постоянно трясущихся рук. Вы эти препараты зачем-то выставляете в 100 граммов везде, вы показываете, что вы колете. Подождите, а зачем вы смотрите? Лен, вы что писались, правильно? Да, я смотрю, знаете, почему? Ну, мне она интересна. Интересна тем, что я же... А что именно интересно? Вы тоже хотите так выглядеть? Нет, ну, спаси боже, вы что, это так гроб не надо заказывать. Тогда, если так выглядеть, надо гроб... Мне нравится она тем, что она красиво одевается. Так, то есть вам, видите, уже мы что-то нашли. Нет, она очень симпатичная Наташа. Нет, видно, что умная женщина, симпатичная. То есть вы подписались из-за стиля одежды, правильно я понимаю? Нет, я подписалась из-за того, когда увидела ее ужас. Хотела, думаю, может, чем-то помочь. Может, в психиатру сходить или в психушку положить, понимаете? Может, ее надо прокапать. Может, какие-то надо лекарства ей сделать, чтобы выбить или по башке ей дать вот стаканом, понимаете? Выбить у нее вот это все, и она сразу не будет худеть. Давайте без этого только. Ну, вот не будет. Ну, просто посмотрит на меня, вот, например, вот, смотрите, я тоже, ну, сижу на диете. У меня плохая, вы скажете, я толстая. Да, я толстая. Я сейчас стараюсь похудеть, но не таким способом. И еще такой вопрос. Вы всегда говорите, пишите, что вы худеете, значит, спорт и диета. Да, согласны? Вы это пропагандируете. С чем я категорически не согласна, и даже, не знаю, вот у Ксении Анатольевны надо там написать в Думе или где-то, я не знаю, где она с такими людьми общается, что это надо запретить. Это, знаете, такое достижение, вот мы похудели, и вот эти выкладывают таблетки. А что запретить? Ну, запретить, чтобы так над собой издеваться и выкладывать... Что именно? Запретить худеть или... Нет, не запретить худеть, а доходить до такого состояния, чтобы человек не мог жить. Понимаете? Елена, я похожа сейчас на ходячий труп, вот сейчас искренне, без вашей эмоции. Вы знаете, разденьтесь. Ну, вы же сами сказали, что вам не нравятся фотографии меня раздетой. Это странно, значит, вы мазохистка, вы меня сейчас просите раздеться. Нет, ну вот видите, у вас комплекс. У меня комплекс. У вас комплекс. Вы, главное, всем показываете... Так вы медсестра или вы психиатр? Я не пойму. Я не буду говорить, кто да, я... Ну, вот сейчас это ваш комплекс, насколько я понимаю. Нет, почему? Мой комплекс, мой комплекс, например, показать свое тело, я не боюсь, да? А вы, да такой... То есть вы уверены, что нам ваше голое тело доставит удовольствие. Мне понравится, да. Давай поговорим о том, как ты этого добилась. Марафон правды продолжим, потому что мало кто осознается, на какие методы люди идут ради этого похудания. Все это я просто перестала есть. Ой, я вот это терпеть не могу. Ты знаешь, я могла прийти сюда и начать рассказывать, что это все огуречные маски и родниковая вода, и свежий воздух Эльбрус, и, наконец, открываю возможность путешествовать по России. Но это, конечно, не так. И сейчас мы, наверное, зайдем на такую территорию, ну, пограничную. Давай зайдем на нее. Ты кололась Азимпиком. Вот смотри, отвечаю совершенно правдиво. Естественно, я не исключение и легкий способ, он, ну, сложно ему противостоять и соблазн велик. То есть ты думаешь, ага, магическая таблетка или там магический укол в данном случае, и все пойдет хорошо. На твой вопрос, кололась ли я Азимпиком, я отвечаю, да. Я сделала 4 инъекции, но это был медикамент, хотя, по-моему, это тоже семаглутит. Это другой укол, называется трулисити. И я сейчас, наверное, прозвучу очень странно. Это то, что назначили моей маме, когда я приехала в Алматы, назначил ее эндокринолог, которого нашла я. Это достаточно дорогой медикамент. И я сказала, что я вот здесь, так что я готова этим заниматься. И когда я стала читать об этом, ну, конечно, я соблазнилась на эту историю. Но у меня не сработала одна штука. Мне, во-первых, мне было плохо. Я себя не чувствовала хорошо и комфортно, потому что все-таки искусственное, скажем так, создание дефицита аппетита, в моем понимании, это вмешательство, которое я всегда себя чувствовала в каком-то состоянии, вот то, что по-английски называется under-influence, то есть, что что-то извне влияет на мои решения. Я женщина авторитарная, даже с собой. И второе, опять такая практически киношная история, у меня буквально месяц спустя уходит мама. И ассоциативный ряд, как это ни странно, случается таким, что это мне напоминает об вот этом вот уходе мамы. Все это так странно, что мы делили один и тот же препарат. Я не знаю, слава богу, или наоборот, но у меня все это закончилось, весь мой опыт, на четырех неделях, то есть на четырех уколах. Возвращаясь... Ну вот давай про эту конкретику, вот Ким Кардашьян, которая тоже одна из немногих, кто не скрывала это, потому что в основном все говорят про родниковую воду, она за месяц на этом препарате потеряла 8 килограммов. Ну, из ее собственных, собственных слов. Вот у тебя за этот месяц, я так понимаю, что было 4 укола раз в неделю. Сколько была потеря веса за этот месяц? У меня килограмма, наверное, 4-5. Мне казалось, что это много. Но когда я сейчас смотрю на свои фотографии, потому что у меня все-таки все заархивировано и свечдоками, я не считаю себя худой на тот момент. Я не понимаю, почему этот препарат демонизирует. Сейчас сразу скажу, я не пропагандирую его. Я считаю, что любой медикамент, в особенности такой серьезный, и уж тем более, ну, который может повлиять, мы пока не знаем на что, он должен приниматься по назначению врача и подконтрольно. Но если кому-то, я сейчас не говорю о людях, которые страдают диабетом, но если кому-то он, помогая в качестве катализатора к принятию решения, кому-то, у кого недостаточно силы воли, решиться на это, то почему нет? Я все-таки за то, чтобы была какая-то золотая середина. Почему это становится каким-то табу? Вокруг нас мы видим толпы супер похудевших наших знакомых, подруг, мы все все понимаем, как говорится, а при этом они все говорят, что это не азенпик. Хотя очевидно, что это люди все были с прекрасным аппетитом, пухленькие, толстенькие, и вдруг, как в один момент, вот такие худые, точеные, значит, девушки, которые в личных разговорах даже скажут тебе, что это азенпик, но никогда не признаются на публике. Почему? Вот я пытаюсь сказать, разве это стыдно? Это же не наркотики, не героин. Я так подозреваю, но я не могу отвечать за других. Мне кажется, это тщеславие и гордыня. Конечно же, мы все хотим выглядеть в глазах людей, опять возвращаясь к тому, что все-таки мы очень сильно зависим от оценки общества, сильными, что мы справляемся сами. То есть для большинства людей это такая вот тема признаться в собственной слабости, потому что следующий вопрос, который зададут тебе, а что, ты сама не в состоянии закрыть рот? Но мне кажется, это такая тема табуированности в целом, которая относится и к красоте. Были ли у тебя какие-то побочки от азенпика, и почему ты все-таки прекратила, я поняла, что есть какие-то были ассоциации с той трагедией, которая произошла, но, насколько я знаю, люди, которые вот садятся на эту тему, им наоборот говорят, что чтобы закрепить результат, лучше хотя бы год. Абсолютно. Я не большой специалист, и сразу хочу сказать, что надо обязательно консультироваться с врачами, но насколько мы вот делали даже программу про азенпик, я консультировалась с врачами, все говорят, что уж если ты это делаешь, идешь на такой метод похудения, то лучше хотя бы год держать этот азенпик, потому что если ты сделаешь маленький курс, то не успеет стабилизироваться организм, и откат будет гораздо больше. Я разговаривала с несколькими специалистами, не относительно именно азенпика, а вообще в целом. Ну, все этой группы, да. Мне говорят, что чтобы понять о существовании и серьезности побочки, должно пройти очень долгое время, поэтому, но я не могу говорить безосновательно. Но у тебя были какие-то побочки после этого месяца? Мне далось тяжело, потому что я себя чувствовала не совсем комфортно с точки зрения отсутствия аппетита, хотя, с одной стороны, мне это нравилось, конечно. Ну, а что тяжело, особенно когда ты отказалась через месяц? У тебя не было возврата? Возврата не было, но я, опять-таки, должна быть честна, я все-таки в конфликтных отношениях с едой. То есть я получаю удовольствие от любых, скажем так, вообще от всего, наверное, я Максимова не случайно, я во всем максималистка. То есть как только я начала худеть, ты знаешь, у меня вот здесь интересная история, я сейчас была в Париже, и одна подруга мне рассказала о том, что у нее была близкая знакомица, которая, ну, была потеряна для общества. И вот она, сделав лифтинг, потому что она была, ну, вот, прям пьянь-дрань, и она сделала лифтинг, и настолько счастлива, что она бросила выпивать, просто потому, что она боится, что это может как-то сказаться на ее красоте. И представляете, вот если вы, какие там это, как это называется, кодировки, вот вполне себе способ. Ты тоже бросила выпивать? Да, я бросила выпивать. И, кстати говоря, вот не знаю про ассоциативный ряд, у меня, как только я выпивала, мне было очень плохо. Давайте выпьем Наташа сухого вина за то, чтобы жизнь стала краше. Прям очень-очень плохо. Это единственное, наверное, о чем я помню из, ну, в данном случае, непобочном эффекте. Я-то счастлива. А потом я поняла, что вот этот роман с алкоголем закончился. То есть я чиста с 5 сентября 2022 года. То есть это для меня огромная победа. Что это был за день? Почему именно? Это был день прощания с мамой. Это был последний день, когда я, произнеся какие-то слова прощания, выпила водку. И на следующий день мне было так плохо. Но мне было прям очень плохо. Я впервые в жизни, наверное, когда я вызвала домой скорую помощь, и меня вот прокапывали с помощью каких-то растворов. Не знаю, если я это восприняла как знак или все это вместе для меня было важно поменяться. Но если сегодня ты меня спросишь, что тебя радует больше, твоя худоба или твоя трезвенность, я скажу моя трезвенность. Правильно? Трезвость. Трезвость. Вот. Я обожаю это состояние. Это тоже для меня очень новое состояние. И я так хочу жить. Но дальше мне встретился человек, который был не случайным любовником, а который стал моим жизненным партнером. Это доктор Стивен Гандри, которого я открыла благодаря Вике Газинской. И я в запой прочитала его книги. И вот доктор Гандри для меня был таким вот человеком, который говорил ничего не поздно, никогда не поздно начать, никогда не поздно поменяться. И я открыла для себя образ жизни безлектиновый, ну и множество чего. Мне кажется, сейчас это так быстро не расскажешь. Но к этому добавляется и так полностью отказ от алкоголя. Полностью, полностью я меняю свои пищевые и привычки, и рацион. плюс ко всему к этому я добавляю шесть раз в неделю спорт. При этом я, конечно, отдаю себе отчет. Люди склонные к аддикциям, а я наилучший, мне кажется, в палату меры весов можно меня отправлять. Человек, который аддиктивен, он, конечно же, всегда заменяет одну аддикцию другой. Другая история, что есть аддикции разрушающие, а есть менее. То есть теперь этот спорт и здоровое питание это уже тоже твои аддикции. Абсолютно. Абсолютно. Но они не так плохи. Они не плохи, они, может быть, я не отрицаю, могут попахивать невротичность, неврозами, но мне так нравится. Значит, с алкоголем я разобралась, я стала менее мятежная. Что я могу сделать? Давай-ка задачку со звездочкой, что-нибудь очень сложное. Я думаю, а я прям обожала таким матом покрыть, ты понимаешь. Вы, Сергей, кто вы такой, блядь, нахуй. Вас не любите с мочкой, потому что вы все нахуй любите. Мне кажется, мы с тобой в принципе в одном клубе. Это правда, да. И я подумала, так, хорошо, я все равно не сдержусь, но поскольку мне это будет сложно, месяц я попробую. И я уже сейчас вот больше двух месяцев, почти три месяца не использую обстанную лексику и мне так хорошо. И что изменилось, вот скажи. Я счастлива. Я правда счастлива, потому что я все-таки верю в силу слова. Я сейчас очень надеюсь, что, знаешь, тебе там не напишут, чем вообще накормили, напоили, накололи эту Максимову, она пришла такая просветленная. Давай честно, когда меняемся мы, меняется и наш круг вообще нет, неизбежно. Безусловно. Условно, там, не знаю, наша подруга, уж раз мы не говорили, там, Света Бондарчук. Я восхищаюсь тем, что человек всю жизнь пьет шампанское, при этом прекрасно выглядит, веселится постоянно, все время какие-то вечеринки, друзья, квартира всегда открыта для всех. И как бы так человек живет. Она, ну, я надеюсь, там, считает меня подругой, я ее считаю подругой. И это не вопрос, что она отдаляется или не хочет, или я стала невеселая. Но мне самой, если ты так же не пьешь хотя бы пару-тройку бокалов шампанского, ты посидел час, посмотрел, как там все вот это все, чуть-чуть потанцевал, то думаешь, а что я тут сижу, сейчас пойду, посплю, завтра с утра на зарядочку. И ты сам отпочковываешься. Как бы тебя этот образ жизни тащит в другую жизнь. Вот у тебя в этом смысле поменялся круг вообще? Не поменялся вообще, но я этого очень боялась, потому что я очень дрожу своими друзьями. Я не устану повторять, что у меня невероятные друзья, потому что именно благодаря тем людям, кто были рядом, я смогла пережить абсолютно такой скоропостижный и неожиданный уход мамы. И я правда никогда не смогу отблагодарить их настолько за все то, что они сделали для меня. Боялась страшно, что потеряю их. Нет. Но дело в том, что у меня другие сейчас, это не приоритеты в моем общении. Мои друзья меня принимают такой. Сейчас они говорят, мы видим, что тебе хорошо. Ведь если мне хорошо, это самое главное. И хорошо ли? Мне кажется, что друзьям тоже должно быть хорошо от того, что они видят, что я счастлива. А если нет, ну, что поделать? Вам сейчас нравится, как Наталья кетта? Мне она очень нравится. Вот сейчас ее стиль. Очень. Вещи красиво на Наталье сидят. Да, плюс то, что да. Ну, допустим, Наталья... Тяжело на нас купить, ну, понимаете, тяжело вещь, потому что надо где-то заказывать, подбирать, ну, а что, ребят, смеются все, пожалуйста, потому что у меня вот, если свое, куда деваться. Вот, мне тяжело. вы только выиграете в том, что вы можете вот даже, знаешь, пора уходить и идти. Но вы мне, знаете, где-то нравитесь тем, что столько у вас, знаете, я поработала всю жизнь в медицине, у меня не было столько силы духа, как у вас так себя довести. Вот это мне интересно. Ну что? Ну что должно толкнуть так? Ну, я понимаю, там пятый элемент вы бы снимались. подождите, но есть же люди, вот смотрите, наверняка вы видели, кому-то нравится себе и ракет сделать, кто-то себе там прокалывает, не знаю, там нос, уши и так далее. Но если Наталье нравится быть очень худой, вас же никто не заставляет на это смотреть. Вы можете подписаться на, не знаю, модели плюс сайз. Ну, во-первых, она везде выставляет. Во-вторых, очень много сейчас девочек худеет. Ксения Анатольевна, вам не знать. Так я сама худею, но пока безуспешно. Ну, вот, я и говорю, чтобы так похудеть, как она худеет, правильно? Похудеть можно красиво же из фигуры худые, я не говорю. Но эта фигура, да, безумие, безобразная тема, что как будто она завтра помрет. Вот это опасно. Вот я в медицине проработала, поэтому я боюсь, она идет и упадет. Поняли вашу позицию, Наташа, есть ли тебе что ответить? У вас что случилось, что, наверное, раньше вы были вообще, ну, вы высокая, миловидная. Что вы, этим как бы дали себе понять вызов людям, да, что я вот так могу себя довести до такого состояния, что мне больше в жизни ничего не надо. Потому что, если вы мне скажете, что вы похудели из-за спорта, из-за диета, я никогда не поверю. Да, давайте пусть Наташа ответит, мне кажется, она немножко растеряна, у нас сейчас такой сентиментальный вечер, да, я правда даже не знаю, что вам сказать, Лен, я теряюсь, честно. Ну, я вас люблю, я же вас смотрю, я же на вас подписана, правильно? Просто мне интересно. Вы как тот ребенок, знаете, я люблю этого котенка, так что задушу его. Вы прелесть, конечно. Нет, ну, котенка я, конечно, не задушу. А меня бы с удовольствием, сдохнет вас. Зачем? Вы красиво. Зачем? Просто я говорю то, что... Так вы сами себе противоречите. Нет, просто вы бы зачем выкладываете, зачем? Хорошо, Лена, я поняла вот вашу претензию, которая может быть легитимной. Боится за вас человек. Условно. Да, боюсь за других людей. За меня, да. Девочки все хотят худеть. У меня подружки. Вы говорите о пропаганде. Вы говорите о том, что это так или иначе может сподвигнуть неокрепшие умы менее сильных девушек к последовательности и делать так же, как я. Да, но ведь я никогда не призываю делать как я. Мало того, я всегда... Ну, на вас же смотрят. Господи. Ну, так что же мне сделать? Ну, на вас смотрят. На Ксению Анатольевну смотрят. Вы считаете, что это хорошо, чтобы все у нас инопланетяне ходили? Нет, ну вот так. Елена, вот сейчас, когда я сюда зашла, вы считаете, если бы вы меня не знали и я бы прошла через этот ресторан, вы бы честно обернулись на меня и сказали, что за НЛО? Нет, я говорю, мне наоборот, вы нравитесь, вам подходит очень много... Вы можете подобрать все вещи, понимаете? Ну, не до такой же степени худеть. Ну, вы мне, во-первых, не сказали, как вы похудели. Как вы худеете? Вот скажите, вы сейчас мне будете на уши вешать лапшу, что вы худеете на... Да, представляете? Это большая работа над собой. Врете. Я поработала... Ну, хорошо. Я сама худела. Вы такая аппетитная женщина, прекрасно выглядите. Скажите, Лен, а вы, кстати, делали какие-то операции пластические? А к чему это сейчас? Ну, вот я смотрю, мне кажется, вот губы выделали. Нет, а зачем сейчас про это? Ну, то есть вы считаете, что обсуждать только можно меня или Ксению Анатольевну? Нет, почему? Вас ни в коем случае. Нет, Ксению Анатольевну это вообще недосягаемая звезда, только ее увидела. А ты, понимаешь, не прикасаешься. Да, она не прикасаешься. Ну, ладно, я вот толстая, я бы хотела похудеть, если честно. Я бы вот... Мне очень нравится, как Наташа... Все-таки комплименты не ваша сильная сторона. Нет, Наташа, да, комплименты не мои, но вы знаете, что? Я одно хочу сказать. Без обид. Но только без этого, пожалуйста, без рукоприкладства. без обид, вы мне очень нравитесь, да, что мне нравится больше всего стиль вашей одежды. Как вы одеваетесь, один плюс, за что я, ну, и многие мои девочки смотрят вас. Я же не просто одна на вас подписана, многие мои знакомые на вас подписаны. Все-таки мне хотелось бы какой-то конструктивной истории в этом. Вы никогда не думали, что вы можете мне написать и сказать, Наташа, вот меня беспокоит, что вы бесконечно показываете себя такой. Меня беспокоит, что у меня растет дочь, что я видела людей, которые от этого умирают. Вы у меня ассоциируетесь с инорексией. Не могли бы вы как-то сбавить обороты? Вы никогда не задумывались о том, что я не выставляю фотографию для того, чтобы спровоцировать вашу реакцию, если до меня это не доходит, и у вас есть какой-то посыл. Они смотрят же люди. Вы посмотрите, сколько у вас подписчиков. Правильно? И все сейчас, вся страна худеет. Я из-за этого. Мы никто не пропагандирует, что красивые формы сейчас модны. Одна Анфиса Стрехова. Вот красивые формы сейчас нужны, понимаете? Не такие, чтобы дети, это дети смотрят. Я, например, переживаю за свою, например, сестренку. Она каждый раз теперь не ест, говорит, какие-то уколы в живот. Я вот вычитывала, это кто-то делаю. Сейчас многие артисты пишут. Она даже узнала, сколько это стоит. Узнала. Хорошо. Ну, представляете, это какой кошмар. Вот я из-за этого. Представляете, ужас. 20 тысяч с чем-то. И она у матери могла просто взять, украсть, сделать этот укол. И она же делает, правда? Она пойдет делать. Это деньги, понимаете, бизнес. Понимаете? То есть виновата в этом я. Если вам сейчас предложат, допустим, оплатить курс Азимпика, вы на это пойдете? Я посмотрю, что мне нужно и что мне понравится. Вот что мне нужно, вот что я хочу сделать. Конечно, я бы хотела быть Джоли. Похожа на Джоли. Ну, то есть, если бы условно были эти деньги. Но это не тело, понимаете? Не тело, которое страдает. Ни белков, ни жиров, ни углеводов. Вот такая вся. Откуда же не знаете? Чем вы живете? Скажите. Вот чем вы живете? Вы же не пишете. Чем вот вы живете? То есть, а стала бы я выставлять еду, вам было бы спокойнее, верно? Конечно, мы бы тоже знали. Да. Ну, вот это же тоже совет, кстати. Отлично. Ну, вот это конструктивная история. Наташа, а выставляете все-таки в вашей рутине? Как вы едите? Как вы едите? Мне, кстати, тоже было бы интересно. Это прекрасно, Елена, мы вот видите. до чего он там. Например, еда. Например, что еще хотели бы? Я бы хотела, вот, например, похудеть. Именно какие сильные вы упражнения делаете сами дома, потому что не каждый, как вам сказать, ну, нет у нас денег. Не все же такие богатые, понимаете? Согласна. Можно и спорта чуть-чуть добавить. Не тренажерный зал, а именно спорта. Витамины. Если вы так худеете, извините меня, я знаю, кто худеет, это кости, зубы летят, волос нет, или все. Понимаете? Это же все. Мы же женщины, мы хотим быть красивыми, конечно, худенькими. Мы хотим, чтобы у нас волосы вот такие были, ногти, ресницы. Чтобы на нас мы прошли, и каждый мужчина прям падал, падал, как, знаешь, в девчатах с штабелями, да? Вот так мы хотим. А не хотим, посмотрите-то голую, ой, такая хорошая девушка, такая худенькая. Ох, агрессор ты, Илюшка. Ну, в щечку, один раз. Ну, неужели ты без поцелуев прожить не можешь? Так-таки не можешь? Конечно, не могу. А что это за любовь? В поселке про нас не весь что болтают, и я тебя еще ни разу не поцеловал. Узнают, засмеют. Смотрите, мы уже две вещи поняли. Я думаю, что Наташа прислушается. Выкладывайте не только свою... Вы будете от нее отписываться? Или все? Нет. Она мне интересна. Во-первых, у ней красивые наряды. Нет. Ну, нет, а что? Мне она нравится, что она... Все, добавляем. Еду добавишь? у этой женщины есть вкус. Вкус. Добавлю. Задам вам вопрос. А если вдруг меня разнесет так, что я вот не буду помещаться на этом стульчике, вы будете проявлять ко мне сочувствие, симпатию? Или вы мне напишите, Наташа, ну, совсем ошалела, что у тебя в голове сейчас, как дам тебе по голове стаканом и похудеешь? Вы знаете, я именно про вас могу сказать, именно про вас, что вы до этого не дойдете. Никаким путем. 110 килограмм, Наташа, весело. Вы знаете? Нет. Вот вы сколько сейчас весите? Не буду говорить. Видите, какая вы я думаю, что меньше, чем 110. Помимо твоего чудесного похудения, в какой-то момент уже, когда ты максимально похудела, и все фотографии в бикини мы уже посмотрели, и парочку без бикини тоже. Когда мотивация номер один после тренировки пойти и принять кипящий душ. А было такое? Ты, да, со смайликами. А, господи, это у меня были какие-то дико конфликтные отношения и любви с Инстаграмом. Да, но при этом он меня отталкивал. Все это мы пережили, и после этого в какой-то момент появилась фотография с забинтованной головой, из чего все поняли, что ты легла под нож хирурга. И сделала, причем это открыто, еще, как говорится, до всяких Викторий Бонь. Так сказать, была основоположником этого движения каминг-аута пластической хирургии. Ты что, упала, что ли? У меня нет, не упала. У меня аллергия. На что? На шоколад. А с чем ты уезжаешь? Я не ел. И на копе тоже. Копе тоже аллергия. Рассказывай. Ну, видишь... И почему решилась, и главное, почему решила опубликовать. Все очень просто. Я предпочитаю каминг-ауты, аутингом. Поэтому, понимаешь, сразу написала... Хорошая фраза. Закрыто на реконструкцию. Почему еще хотела об этом сказать? Нет, ну подожди. Давай, вот я с тобой просто поспорю ради... Там есть много звезд и актрис, про которых мы все знаем, что они делали пластические операции. Ну, как бы, нету никаких совершенно сомнений, Если про аземпик мы еще можем сомневаться, про это... Про наших общих знакомых. То есть ты смотришь фотографии, ты понимаешь точно, что человек что-то сделал. Сейчас нарушу аскезу и скажу, не пиздика, гвоздика. Ну, примерно так, да. Они этого не говорят, их никто не спрашивает. Ну, и как бы все живут в этом состоянии. В этом сохраняется некая загадка, что да, сделала, да, не скрываю. Ну, в том смысле, что это видно, что человек себя не то, что чуть-чуть подтянул, а прям сделал себе новое лицо, там, в 50 или в 55 лет. Но как бы, его не спрашивают, и он с новым лицом ходит, все все понимают, но в детали не вдаются. Почему было не выбрать такой способ? Не говорить, все сделать, как ты хочешь. Да, ты бы пришла вот с этими бровями, с подтянутым лицом. Ребят, ну, что ты сделала? Давайте не будем вдаваться в эти подробности. Вот он, товарищи, побочный эффект от аземпика. Колитесь, да? Ну, привет. Господи, это мы резанем или оставим? Оставим, конечно. Конечно. Скажу честно, но это будет звучать очень пафосно. Я вообще себя ловлю на мысли, что, ну, есть во мне некая миссия. И в случае с хирургией, во-первых, это удивительная история, ведь я пошла, решилась. Но это не совсем решилась, это когда ты тени-толкай, ты долго принимаешь решение, взвешиваешься за и против. Я, скорее, не так, решила сделать эту операцию буквально за три недели до самой операции, потому что у меня запроса не было. Я, правда, себя считала с ног сшибательной на тот момент. У меня произошло знакомство с моим хирургом, который меня оперировал, и чаще всего такие хирургии, такая хирургия производится бойцами невидимого фронта. То есть ты понимаешь, что человек, ну, выглядит потрясающе. Заметь, сейчас новая тенденция, которая мне нравится бесконечно. И мне кажется, мы вот представительницы этого течения нового, ведь 50, ну, тебе не 50, но все, что за 40, это такие новые 25. Женщины, которые себя любят, огромное количество звезд, которые возвращаются в струю. Посмотри, как выглядит, можно сколько угодно смотреть на комментарии, но Деми Мур выглядит невероятно. Нет, подожди, это да, но смотри, про Деми Мур я просто много там читаю, мне она очень симпатична, и все вокруг, все эксперты обсуждают, что понятно, что это и гормонозаместительная терапия, и пластические операции, тысячи фотографий, но она в своих интервью, она как бы никогда не скрывает, что она делала, она не говорит, что я против пластики, но она ей никогда не рассказывает, она говорит, ну, послушайте, я уже не молодая женщина, всеми возможностями современными я пользуюсь, чтобы сохранить красоту, на этом предлагаю остановиться. И в этом смысле, я не знаю, мне кажется, среди наших зрителей будет мало людей, прямо осуждающих пластическую хирургию. Вопрос в другом, люди не привыкли, что об этом вот так готовы рассказывать, с бинтами, с фотографиями без фильтров. Тебе вот это решение далось просто? Это была провокация? Нет, в данном случае совсем не провокация. То есть, ты видела в этом какую-то миссию свою? Да, я, во-первых, ну, мне казалось, что, может быть, самонадеянно, что я снимаю тему табу с данного сюжета. И, во-вторых, мне искренне, ты знаешь, я ведь очень люблю своих подписчиков, честно. Я скажу удивительную вещь, но люди почему-то всегда себя привыкли обесценивать и других возводить на пьедестал. Когда мне говорят, вот я сейчас полтора месяца не появляюсь в Инстаграме, и мне многие пишут, возвращайтесь, мы так по вам скучаем, безусловно, мне это льстит. Но, когда мне говорят, вот, моя жизнь зависит от вашей, мне так интересно каждое утро просыпаться с тем, что вы рассказываете, я всегда задумываюсь, что ведь люди недооценивают, что моя зависимость от подписчиков, она еще больше, нежели их от моей жизни и от того, что я транслирую. Условно, завтра я совсем исчезну из всех соцсетей, ну, кто-то погрустит, кто-то поскучает, кто-то напишет, но они меня заменят. А вот я не уверена, что я заменю людей, которые меня поддерживали. Мало того, я честна, когда я не хочу идти на спорт или когда мне хочется зачетмилить, я думаю, так, так, а это же практически мини-предательство. Так что, если я это сделаю, ну, я сделаю, но расскажу об этом, то есть, это такая абсолютная созависимость. Хорошо, давай тогда к конкретике. Да. Как звали твоего хирурга и как ты его выбирала? Ведь после Парижа и после твоей работы ты должна была знать очень многих классических хирургов. того я была с ними знакома. Его зовут Александр Тиборян. И, кстати говоря, когда мне задают вопрос, почему так долго вы не оглашали его имя, я считаю, что для меня вот в этом случае было очень важно, чтобы прошло как минимум шесть месяцев с момента операции, чтобы я, главное, не почувствовала себя вружкой или чтобы я не понесла ответственность за то, что вдруг меня в какой-то момент перекособочит, а я говорила, он лучше. Где, в какой клинике он оперирует? Это Ильинская больница. В моем понимании лучшая больница, которая существует вообще в России. И я должна сказать важную для меня вещь. Сегодня я абсолютно четко убеждена, что медицина и в первую очередь пластическая хирургия в Российской Федерации впереди планеты всей. Это вот даже не обсуждается. Лучше, чем в Париже? Лучше, чем в Париже в разы. То есть в Париже это какая-то просто средневековая архаика. А до этого ты же знала и других наверняка пластических хирургов. Конечно, но я не скрываю, во-первых, у меня все-таки две ринопластики. Финальная моя ринопластика, она сделана, мой нос, который я считаю вообще безупречным, и не только я. Сделана звездным хирургом в Париже. Это доктор Патрик Буи, которого очень любят многие. Но проблема, и тут я не знаю, я ведь не психолог, проблема звездных хирургов, я не знаю, как это взаимосвязано, как только они взлетают в какие-то стратосферы, они, по моему опыту, сходят с ума. И вот там все становится абсолютно непредсказуемым. поэтому Патрик Буи я сегодня бы не порекомендовала как человек, который боится ответственности. Ну, то есть, условно, к Тимуру Хайдарову ты бы не пошла? Или там к доктору Хау? К Тимуру Хайдарову я бы не пошла, потому что и безотносительно истории, которая вот сейчас приняла такую огласку и шум, просто мы, видишь, мы же по-разному видим красивое. Для кого-то Изабель Упер и Шарлотт Рамплинг это прекрасно, а для кого-то Ирина Шейх и Вика Боня ведь для кого-то и, скорее всего, для многих понятно. Понятно, но ведь можно выбрать из пяти классических хирургов, для которых всех Шарлотта Рамплинг будет прекрасно. У тебя была большая, толстая записная книжка, вот Буи. Наверняка ты знала каких-то еще хирургов, там видела их работы. И вот мне удивительно, как человек с такой толстой записной книжкой не пошел к тому, чья работа он видел, а выбрал хирурга, чью работу ты ни разу не видела. Ты сейчас меня пытаешься вывести на такую скользкую дорожку. Я не так много знаю, а все, что я знаю, я уже забыла. Нет, я правда не знаю, в случае с доктором и циборианом я пришла к нему, потому что все сошлось. Хорошо, давай рассказывай, что в итоге ты решила сделать и сделала. Я сделала эндоскопический лифтинг, то есть это брови, я сделала блефоропластику и я сделала мой хирург, который очень мягкий человек, вымуштровал меня, запретив использовать слово подтяжка. Он говорит, это только в гардеробе мужчин для того, чтобы держались брюки. Называется это хирургическая коррекция нижней трети лица, так что я по сути уж подумала гулять, так гулять. То есть сделала все три вместе. Кстати, не задавала вопросов никаких, потому что ну я доверяюсь, вот я такая, я интуитивная. Ты написала в своей соцсети, что ты потратила на эти операции более двух с половиной миллионов рублей. На операцию, которую у доктора Этиборяна, да, хирургия и вообще медицинское обслуживание, ну как во всем мире, но в России очень дорогое, но надо сказать, оно того стоит. Мы посмотрели, так как знали фамилию доктора, доктора Этиборяна всего пять лет стаж, но это же мало, я бы никогда не решилась, вот так просто человек, который, ну это условно, да, ты как человек, который знает всех дизайнеров мира, работал главным редактором журнала, знаешь всех, а шьешь платье у какого-то неизвестного там дизайнера из Подмосковья, вот это примерно такая же вещь. Наташа, которая знает весь Париж, знает всех хирургов по всем направлениям, сама много чего прошла и выбирает чувака с пятью годами стажа и тринадцати отзывами, который закончил ординатору пластической хирургии в 2021 году, то есть три год назад это очень маленький стаж. Ты сейчас для меня вот видишь открытие, я не знаю сколько там отзывов, я не читала ни одного. Не повторяйте, я по-прежнему верю в людей и я верю в гений. Когда я зашла, я понимала, что я хочу оперироваться только здесь и только у этого доктора. Есть такой диагноз, он называется дисморфофобия, ты, наверное, слышала об этом, диагноз, который ставят людям, которые впадают в зависимость от пластических операций и все время хотят заниматься улучшайзингом, то есть им всегда мало и они делают, вот ты говоришь, двери на пластике, потом еще что-то, еще что-то. Мы уже в прошлый раз тоже об этом говорили, ты много в жизни делала различных операций, пластических и прочих. Ты его как-то уменьшала? Да, конечно, тут даже есть... Таблетка? Нет, нет, это операция, тут даже есть шрам, его чуть-чуть стачивают. Ты сама себя же анализируешь, не боишься, что ты на самом деле дисморфофоб? Ну, я безусловно дисморфофоб, но это относится не только к пластической хирургии, это также относится и к восприятию тела, к примеру. Это очень часто затрагивает людей, и тут мы сейчас будем выходить на дорожку такую очень скользкую, с РПП, потому что это люди, которые смотрят условно, я, в пример, всегда привожу эту картинку, которая, в принципе, леденеет от нее кровь, когда стоит в два раза худее девушка перед зеркалом, а в зеркале в отражении она видит себя огромной. То есть, я не склонна, как мне кажется, к дисморфофобии лица, но с телом, конечно, я очень-очень это пытаюсь контролировать. А вот относительно хирургии, ведь тут очень сложно не впасть и не стать вообще, скажем так, пациентом, которому могут поставить эту дисморфофобию, потому что сегодня это такой легкий путь в головах многих, решение проблем. Ты знаешь, я вообще считаю, что хирургия должна обязательно идти в ногу перед решением, должна быть некая комиссия с участием психолога. Если эта девушка или мужчина скажет, я развелась или я развелся, меня уволили на работе, у меня что-то не так, и он думает, что эти перемены автоматически повлекут перемены в его судьбе, то, наверное, с таким человеком стоит поработать чуть дольше. Ну да. Я вот как раз тут правда заигралась с мамопластикой. Это у меня месяц назад была моя четвертая мамопластика, я сделала. Я, по сути, удалила полностью свои импланты. Сегодня, впервые за долгое время, я со своей собственной грудью. И как раз возвращаясь к вопросу, почему происходят вот эти вот метания человека, которые доводят до дисморфофобии, потому что мы постоянно пытаемся искать причины наших неудач. И, конечно, мы их сводим до каких-то абсолютно таких банальных вещей. Есть еще одна важная тема. Наташа сделала очень много, и она это не скрывая об этом рассказывает, пластических операций. Вам нравится, как выглядит Наташа на лицо? Обалденно. Вот. Я поэтому, собственно, вас и спросила. Обалденно. Если не хотите, просто скажите, не говорите. Вы делали какую-то пластику в своей жизни? Если не хотите, об этом говорить, можете не говорить. Не хотите. Все, поняла. Если бы мне кто-нибудь оплатил, опять я бы сделала. Тогда бы я сказала. Если бы мне кто-нибудь оплатил красивое, я бы сказала. Скажешь же, вы манипуляторша. Леночка, дорогая. А вы понимаете, вот, и вы уже перешли со мной на Натуль. А я с вами на Леночка. А это все доказательство чего? Что, в принципе, все мы такие вот подбитые со сломанным крылом птицы. И все мы ищем любви. И поймите, что когда вы со мной разговариваете так, мне хочется только вас обнять и сказать вам спасибо за то, что вы обратили мое внимание на какие-то мои ошибки или вещи, о которых я не задумывалась. У вас же будет больше подписчиков. Вот если вы сделаете... Да даже не важно, если вы одна от меня не отпишетесь, это уже для меня большая победа. подписаны. Потому что мы смотрим, что будет дальше. А почему вы идете путем противостояния? А напишите. Нет, я теперь с вами поговорила. Наташка, ну ты и дура. Нет, теперь вы... Нет. Я вас увидела. Одно дело увидеть на... Ну, согласна. Сене Анатольевне большое спасибо. Это огромное, что она нас свела. Да вообще, то, что мы вас уговорили и нашли, я считаю, нам очень повезло. Знаете, сколько нас послали нахер. Во-первых, я честно хотела вам выразить огромное восхищение, это я должна была с этого начать, вашей смелостью. Потому что я девушкам говорила редакторам, что не придут, даже не пытайтесь. И это уже для меня приятнейший сюрприз. Вам нравится, как я выгляжу, если мы исключим тело. Ну я хочу, знаете как? Ну, наверное, может быть, это грубо будет сказано, сейчас мальчики все здесь упадут или кто с нами. Я хочу как... Не падайте, мальчики. Да, мальчики, слушайте. Как Боня. Как Боня хотите? Понравилось? Семену Анатольевну, сделайте мне подарок. Всю жизнь проработала в больнице. Ну, вы... Мне просто как Боня не очень нравится, но главное, чтобы вам нравилось. Вам не показалось, что немножко чуть-чуть... Вот, мне хочется скулы большие, да. А зачем вам как Боня? Раньше в молодости почему-то была похожа, когда я была 40 килограмм на Джолику Джоли. У меня волосы шикарные были. Вот, и все. Ну, мне нравятся красивые женщины, господи, как и всем мужикам. Ну, красивой хочу быть. А сколько вам лет, если не секрет? Ну, я 77-го года рождения. То есть... То есть вы моложе меня? 77-го. Я 74-го. Но вы считаете, что эти перемены, они важны для вас? Мне хочется... Вот, понимаете, Наташечка, мне хочется так, как вы сделали свое тело. Настолько я хочу этого. Понимаете? Настолько я хочу измениться. Вот как вы изменили свое тело, захотели. Я хочу свое лицо. Тело я изменю сама. Ну, как бы я постараюсь. После шести не есть. Ну, я знаю, как... Чтобы было 40 килограмм. Я знаю, как сделать из себя 40 килограмм. Ну, когда я 40 килограмм, у меня боди вот это. Ну, ладно, это никому не мешает. Мы уже запутались. Тело вам не нравилось или теперь стало нравиться. Когда она одета, красивая. Это уже в следующую встречу. Когда она красивая. То есть в платьях нравится. Да, она очень красивая. Я сейчас говорю это без иронии. Мне важно понимать, я иногда осознаю, что я оторвана от реальности и слишком живу вот в своем этом воздушном... Да, и поэтому вам, понимаете, пишут гадости. Ну, зачем? Такой женщине очень много гадостей пишут. Не одна я. Я согласна. Никто же даже хорошего... Останавливает, что вы не одна. У вас там группа. Да, да, да. Труппа. Труппа. А подружки, честно скажите, пишут. У вас есть такое, что вы подружкам показали, на кого подписаться? Да. И они говорят, что я тоже в сумасшедший дом меня надо. Скоро будет. Говорят, ты еще дойди до 40 килограмм, как ты раньше была, и опять по тебе дурка будет плакать. Ну, что-то все думают, когда вот такая фигура, что это что-то с головой или какие-то проблемы в жизни. Наташа, у вас есть мужчина в любви? Представляете, я одинокая. Вот. Мне нравится, как вы это назвали, мужчина в любви. Да. А у вас есть мужчина в любви? У меня да. Вы его любите? Позволяю любить. Понимаете, вас спровоцировало, наверное, я поняла более быть такой, что у вас нет мужчины. А меня сейчас спровоцирует более такой быть красивой, чтобы он ревновал. Вот так. А вы уверены, что вы хотите ради ревности мужчины пойти? Я люблю... Я с детства... Любите мужчину. с детства шла вот так по дороге, и даже было моменты, что мужики аж вот так вот так бомбили, вот так вот слышно было, как ты чего останавливаешься? А тот вот так смотрит, то махает, то сигналит. Я уже вот так шла, уже кустами, порой бежишь домой кустами. Всегда вот на таких, как бы, да. То есть для вас самое важное это одобрение мужчин? Нет. Для меня самая важная красота, чтобы они падали, стелились. То есть ради мужчин. Ну, красота... Нет, ради себя. Ну, ради быть красивой, чтобы уже все падали. Мы все нравимся совершенно разным мужчинам. Мужчины, которые будут любить Елену, вряд ли полюбят меня. Нет. И наоборот. Нет, нет. То есть мне не ставить на себе крест? Наташа, я вам такого найду. Вы чего? Вот если вы мне помогаете, я вам ухожу. То у тебя будет тоже мужчина любви. Так что я вам помогу, муж больше, чем вы мне. Во! То есть вы сейчас... Женщина, вам бы курсы манипуляции давать, Елена. Нет, просто вы говорите так, что вот, например, я пластику вам все, а я вам жизнь подарю. Любимый человек с квартиры, с машиной могу найти. Так нет, подождите. Пластику я могу вам гарантировать. А вы-то что подписывать будем? Я предлагаю это дел, ребят. Вот он и вот. Вот так что не надо. Пожмите руки, друг друга, я вас разобрела. Мужчина любви. Тем более вот такая прелесть. Пластика мужчины любви. Да. Есть. Это план. Девушки, вы прекрасны. Тебе скоро 50 лет. Это такая сложная дата для женщины и при этом интересная дата. С какими мыслями ты подходишь к этой дате? Вот это да. Я не задавалась, с какими мыслями. С радостью. С радостью. И я, у меня такое ощущение, что это какой-то вот повернуть время вспять. И именно к 50 я очень боялась этого возраста. Но я так счастлива, что мне будет 50. И если бы меня спросили, хотела бы я вернуться хоть на год назад, на год, не хотела бы. 50, новые, 20. Есть еще одна важная тема, которую я не могу не коснуться. Между нашей с тобой телевизионной разлукой длиною в три года у тебя была еще одна встреча. Да. С Катей Гордеевой, моей коллегой. То есть если вот мы с тобой, когда делали интервью, я так понимаю, вы только расстались с Ренатой, и ты очень тепло о ней говорила, и о дружбе говорила с ней. Тяжело было расставаться с Ренатой? Очень. Очень. Привыкла к ней? Очень. А влюблена была в нее? Очень. В каком-то смысле? И до сих пор. Дальше вот было интервью с Катей Гордеевой, и там ты заявила о том, что во время работы с Ренатой был какой-то абьюз со стороны Ренаты. Это были абсолютно зависимые отношения, да. Я бы назвала это даже соцзависимостью. Это были абьюзивные отношения, да. После чего Рената тебе ответила в своих соцсетях, сказала о том, что будет подано несколько исков, в том числе о защите чести и достоинства, и клевете на основании интервью Кати Гордеевой, и обвинила тебя в воровстве, что, собственно, ты была ее ассистенткой, не более того, и была уволена, цитата, за ненадлежащее выполнение работы и воровство. После этого писали, что Рената подала в суд. Вот я все-таки не могу не спросить, чем закончилась эта история. Есть ли какие-то судебные иски? Ну, все вопросы к Ренате, я никуда не скрылась. Мне кажется, меня все больше и больше. Поэтому я никаких оповещений, повесток в суд не получала. Ты не жалеешь, что тогда, говоря русскими поговорками, решила все-таки вынести этот ссор из избы? Потому что, насколько я понимаю, после интервью Кати Гордеевой у тебя начались многие, скажем так, светские проблемы. Вообще не жалею. Мне кажется, все-таки любая закрытая книга, она должна быть дочитана и, мало того, осмысленна. А нужно ли это делать публично? Послушай, ты же мне тоже задаешь этот вопрос и публично. Соответственно, ты ждешь от меня ответа. Катя задала мне его. Ну, да, не на все вопросы можно отвечать. То есть ты же меня тоже можешь спросить, не знаю, про каких-то людей из моего прошлого, которых, например, я не люблю или плохо с ними рассталась. Но дальше это же мой выбор. Буду я что-то говорить или я скажу, ну, оставим это в прошлом и не будем в этом копаться. Ты же по какой-то причине решила пойти в эту сторону и сделать это высказывание. Безусловно, мне это важно было. На тот момент я считала, что это единственный возможный способ закрыть гештальт. Вот смотри, в 2020 году ты сидишь у меня и говоришь, как ты ее любишь и как ты ей за все благодарна и как вы отпустили друг друга. А через два года обвиняешь ее в страшном абьюзе. Почему? Ты хочешь честный ответ? Я перестала бояться. А почему тогда боялась? Мести какой-то? Понимаешь, я долгое время думала, что я могу жить только в тени больших, высоких, я не знаю, знаменитых, масштабных людей. И в какой-то момент мне было сложно вообще поверить в то, что я могу быть кому-то интересной. Поэтому очень важно сказать, что в интервью ведь Кате, я говорю, и никто здесь не даст соврать, я говорю, что это вина абсолютно с двух сторон, она взаимная. То есть это созависимые были. Абсолютно созависимые отношения. Я никогда не обеляла себя. Я никогда не претендовала название положительного героя. Я вообще ни разу не положительная героиня. Я совершала множество поступков, которые сомнительны с точки зрения морали. И поэтому сегодня я надеюсь, что это даже не про искупление. Я надеюсь, что я становлюсь лучше. Я надеюсь, что я не буду совершать эти ошибки еще раз. И я впервые поверила, что я могу быть интересна кому-то. И ведь, в принципе, жить в тени кого-то или жить по доверенности, проживая чью-то жизнь, это тоже сродни маниакальности. Это я очень хорошо понимаю. И я как раз очень уважаю в тебе эту силу, с которой ты начала совершенно свою отдельную жизнь. И, как мне кажется, очень счастливую. Тут же вопрос в другом. Стоит ли, ну, как бы заканчивая отношения даже с кем-то, кто тебя обидел, кого ты обижала, там, своя большая жизнь, да, как любые страстные отношения. Стоит ли это вот выносить на паблик, а главное, чего ты добиваешься? Потому что, ну, вот, насколько я понимаю, именно после этих твоих заявлений и ответа Рената, ну, произошли довольно конкретные вещи, не очень положительные. Ну, первое из них – это то, что, как я понимаю, Карина Добротворская собиралась выпускать книгу про тебя. Эта книга уже была широко везде представлена, да. Мы там все об этом знали, много говорили. Потом было принято решение ее не выпускать. И, насколько я понимаю, это было именно связано с тем, что, ну, скажем так... Но ты осведомлена, она, судя по всему, лучше. Но тут я скажу тебе, что я вообще очень благодарна Карине, что она приняла это решение. По каким причинам, мне абсолютно не важно. То есть ты уже не хотела выхода? Нет, нет. Это как раз в продолжение неуверенности в себе. По сути, я эту книгу и не должна была начинать писать в соавторстве. Но это, знаешь, как эхо такое, когда ты травмирован. И травмирован, может быть, по собственному желанию, тем, что ты веришь, что только в сочетании, в комбо с кем-то известнее, знаменитее и в твоих мыслях умнее или талантливее тебя ты можешь что-то творить. И в случае с Кариной это же были отголоски моего такого вот поведенческого модуса вивенди. Я думала, что одна я не справлюсь. Теперь ты пишешь эту книгу сама? Я пишу ее сама. Мало того, я считаю, что Карина, опять-таки, не знаю, насколько это было искренне, но сказала мне. Я не задавала вопрос. Я даже, кстати, особенно не интересовалась сама в своей голове, по каким причинам было принято такое решение. Что ты не подумала о том, что эти вещи связаны с твоим интервью? Думала, но особенно не раскручивала, честно тебе говорю, потому что меня это устраивало. Потому что... Ну, не хочу я больше... Ты не расстроилась, честно. Я дико расплакалась, когда мне сказала об этом Карина. Но не потому, что у меня было, знаешь, как, вот мне теперь палки в колеса. Я подумала, ну, вот же оно, счастье близко, и я вот сейчас выйду на арену с этой книгой. Но, по сути, спустя три дня, я первые два дня даже вообще не могла разговаривать, настолько для меня это было как снег на голову. И потом я вышла из дома, села на ступеньках кинотеатра «Октябрь» и просто написала первые три страницы вступления этой книги. И я поняла, что это мое взросление, это моя сепарация. И все те, кто был в этой жизни, я им благодарна, бесконечно благодарна. И благодарна Карине, и благодарна Ренате, если это с ее подачи отказ в сотрудничестве со мной в написании книги. Я сразу скажу, что я этого не утверждаю. Просто предполагаю. Есть ощущение, что эти события, твое интервью и не выход этой книги это связано. Я не знаю, но я и не хочу особенно об этом думать, потому что все, что не делается, все к лучшему. Вторая вещь, которая произошла, это то, что здесь, в некоторых светских салонах и мероприятиях, тебе стали отказывать. И был какой-то период, когда после этого интервью люди перестали некоторые тебя куда-то звать, приглашать на свои мероприятия и так далее. Это же тоже, наверное, тебя ранило. И была же мысль, блин, ну зачем я все это начала? Может быть, стоило промолчать? И, как, знаешь, говорят, лучше худой мир, чем добрая война. Так я войну не объявляла? Ну, объявляла. Неправда, Наташа. Смотри, я со стороны, я очень люблю Ренату и очень ее уважаю. И ты знаешь, как отношусь к тебе, но объективно, конечно, ты начала некие публичные заявления. Если бы ты их не сделала, все бы так и продолжалось. Вы могли тихо, скажем так, не любить друг друга или там иметь какие-то друг к другу претензии, но это все было, да, под каким-то слоем. А публично все улыбаются, и это худой мир, где каждый держит лицо. Все-таки ты начала как бы, ну, скажем так, атаковать это. Ну, я не вижу это как атаку, но стопроцентно, да, для меня это было важно. Я хотела закрыть для себя ощущение страха. Отчасти это было испытанием. Смогу ли я сказать, да? Да? И это было, опять-таки, не объявление войны. Для меня это был вызов самой себе. Смогу ли я озвучить то, озвучить свои претензии? Почему? Я не хочу, я, у меня до сих пор нет ответа, что правильно. Человека, которого мы осуждаем, у меня нет ответа. Я задавала этот вопрос как-то в Инстаграме своим подписчикам. Стоит ли спустя годы предавать огласке имя или детали абьюза или абьюзера? Я не знаю. Я не знаю, как правильно. По сути, каждый человек, заложник, становится заложником другого, что в любой момент могут быть разрушены судьбы, я не знаю, там, репутации и прочее. Как определить, кто рассказывает об этом честно, а кто нет, я не знаю. Я иногда думаю, что я умная, а потом я спустя минуту понимаю, что я абсолютно глупая и наивная. Ксюш, я не знаю. Если у тебя есть ответ, научи меня. Но в этот момент это, как знаешь, заноза. Это очень эгоистично. Но мне на тот момент, когда ты вот меня спрашивала про фотографии и провокации, я тебе отвечаю, нет, это не провокация. И здесь эта занозина сидела во мне. Я считала, что я боюсь, я чего-то недоговариваю. Мне важно это было сделать для себя, дабы эту боль хоть чуть-чуть, чтобы сделать так, чтобы она хоть чуть-чуть утихла. Это не ради пиара был? Вообще. Ну, конечно же, нет. Ну, конечно, нет. Если ты меня спросишь, эгоистично это? Эгоистично. Если ты меня спросишь, насколько я оцениваю это с точки зрения порядочности по шкале какой-то мировой порядочности, я точно не скажу, что это бесконечный, безупречный такой вот поступок, я совершала множество нехороших поступков. Я за них готова нести ответ. Если я кого-то обидела, ранила, кому-то разрушила жизнь, я искренне, искренне извиняюсь. Перед Ренатой ты готова извиниться? Безусловно. Безусловно. И когда вот сейчас ты говоришь об этом, я вижу твое лицо, которое... Я правда вижу неподдельный интерес. Я очень... Это человек, который сыграл огромную роль в моей жизни, так или иначе. Ренате я за многое благодарна, но я говорила об этом. И сегодня, как никогда, я не знаю, насколько это возможно, я бы мечтала начать с чистого листа, потому что я поменялась, я готова. Готов ли простить меня человек? Это в руках только Рената Муратовна. Но ты можешь вот тут стоят камеры условно извиниться, она наверняка посмотрит. Дорогая Рената Муратовна, ну нет, я сейчас просто скажу, дорогая Рената, потому что это абсолютно искренне. Я помню только самое хорошее, и я очень-очень-очень сожалею о том, что смогла в какой-то момент поступить глупо и несправедливо, нечестно по отношению к тебе. И я прошу за это прощение искренне. У меня мурашки аж. Мне кажется, ты сейчас очень искренне вот все эти сказала вещи, ну, меня это трогает. Тут же, понимаешь, еще появился другой пакостный момент, что сейчас мы находимся в таком новом мире и в такой ситуации, что все эти вещи могут начать использовать против Рената или любого другого человека не по принципу того, какой он или какая ты, а по принципу, что люди там куда-то уехали, и давайте-ка мы найдем сейчас возможность их еще отхерачить. Ксения, ты знаешь, я вот тебя люблю всякой, но я понимаю, что здесь переменные метаморфозы разительные не только у меня, а у тебя. Но в меньшей степени, чем у тебя, потому что ты вообще вышла на новый уровень, и я это Сердару говорила. Я смотрю сейчас, слышу то, что ты мне говоришь, я об этом не задумывалась, и не то, чтобы приятно удивлена, вот у меня теперь мурашки от того, что ты обратила внимание на такую человеческую составляющую. В условиях сегодняшней ситуации, вот того, что происходит в мире, нужно беречь других, даже на тех, на кого ты зол, кого ты не успел простить, просто потому, что это важно. Беречь, защищать и любить. В прошлом интервью ты сказала очень классную вещь. Я ненавижу, когда кого-то обижают. Вот как сейчас жить, когда много кого обижают по разным поводам, по разным ситуациям. Вот ты нашла для себя какой-то рецепт, как жить сейчас в нашей стране, когда довольно много несправедливости и в стране, и в мире, и везде. Наверное, я сейчас вот все, я расчувствовалась, хотя... Сейчас. Сейчас. Сейчас, простите. я не знаю, честно, не знаю, но, наверное, я больше не хочу кричать. Я же в самом начале нашей встречи и в интервью говорила о том, что я против активизма, потому что в той или иной степени я считаю это определенной формой агрессии. Я спустя три года убедилась в том, что теория мягкой силы, она работает. Если я могу облегчить чью-то судьбу, если я могу помочь кому-то, но конкретно, и даже, наверное, про историю не навреди, раньше я бы не верила в это, если бы мне сказали, ну, ты понимаешь, что ты этим можешь разрушить чью-то судьбу, я бы говорила, нет, мне важно, а как же мое мнение, сегодня я готова защищать и не вредить. И вот все, что происходит, это очень печально, но я верю, что, ну, опять, вот я наивно и полагаю, что все обязательно будет хорошо. И в силу того, что вот в моей жизни каждый раз приходит что-то лучшее и лучшее, я говорю, лучшее, конечно, впереди. А кому нужна помощь, я обязательно, обязательно хотела бы быть кому-то полезной. Класс, спасибо. 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 Извини, это не я, надеюсь, тебя тогда слез. Нет, Так, нет, это ты. И почему ты извиняешься? Вот, ты понимаешь, это как раз про историю. У нас на территории постсоветского пространства женщины не умеют принимать комплименты. Я учусь. Когда ты мне сказала ты красивая, я ответила спасибо. Я не стушевалась. И есть еще момент, который, мы с тобой в этом похожи. Ты, ты понимаешь, что ты несешь огромную миссию. У тебя есть миссия. Ты, в принципе, меняешь судьбу людей. и поэтому ты у кого-то вызываешь положительные эмоции, у кого-то отрицательные. Но если бы мне сказали, что я извинюсь на камеру перед Ренатой, я сама в токе. Сегодня ты сделала меня лучше. И за это я тебе бесконечно благодарна. Так что ты свою миссию выполнила. Она бесценна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.